Всем привет! Сегодня сравниваю дино-статические, электростатические колонки фирмы Sony от музыкальных центров ну, родственные черные, наверное, стоили дороже, потому что у них больше технологий, они крупнее там, система Emos и так далее то есть это серенькие модели называются 200 а большая в Европе она называлась 9700 по-моему, а в Японии 970 ну, были там еще и Sony Scala S1 Sony какие-то между ними еще была модель, вот она у меня есть такая 900-я это по-европейски по-японски не знаю, как она называлась ну, то есть были версии для Японии там 100 вольт или 100 вольт а остальные типа там для Европы 220 и разные названия были, хотя колонки одинаковые ну, в общем, вот они вот они сравнения, те, которые еще третья пара, они у меня там один твиттер не работает ну, про них я в одной из прошлых серий все это рассказывал про вот EX100, вообще про электростат и почему диностатическое потому что так называют, когда вот электростат, ну, по идее это просто когда вот целиком и полностью одна только панель электростатическая а когда у нее есть еще басовик снизу это уже типа диностатическая то есть как бы статика и плюс динамик басовый ну, как в виде мидбас там, сабвуфер или как его назвать то есть вот так двухполосная получается система ну и вот я сегодня их сравниваю в принципе те, которые серые они в идеальном состоянии в том плане, что у них все хорошо работает одинаково с одинаковой громкостью вот эти вот твиттера а у черные не совсем и когда ты, если ну, то есть там один потише если ты левый и правый канал поменяешь будешь сидеть так ну, или будешь сидеть с той стороны где она потише то тебе будет казаться что они одинаково ну, то есть если ты посередине все-таки немножко один потише играет но я об этом знал и ну, как бы это такой важный момент то, что все вот эти вот подобные колонки этой серии у них у всех одинаковые твиттера взаимозаменяемые звучат они одинаково по верхам ну, наверное но общая проблема то, что они вот выходят из строя и как их восстанавливать мало кто вообще понимает и знает там, чем их намазывать теоретически можно то есть напыление на пленочке сваливается отваливается отслаивается и в итоге ну, как бы тише становится а потом вообще перестает работать и это массовая проблема как это чинить наверное, кто-то может это починить там, как-то натереть твердым карандашом там, графитом или чем-то намазать в принципе решаемо только кому это надо как надо все разбирать там хотя, в принципе примеры есть как это разбирается пошаговая инструкция в интернете я сам разбирал на 900 и в итоге ничего не добился в плане что-то ну, там где-то увидел, что нужно ее мыть под водой ну, типа разбираешь саму пленку вытаскаешь и помоешь с мылом но я помыл в итоге весь слой смылся окончательно и вообще перестал работать после этого вот такая история поэтому, в принципе покупка таких колонок это если только очень надо или если вы лично уверены что они одинаково работают ну, вот сам пришел кому-то и послушал что одинаково работает потому что я думаю что в более чем половине случаев будет разница в звуке либо вообще одна фигня не будет работать либо обе ну, и судя по всему даже если они у вас работают все равно когда-то они у вас возможно в ближайшее время будут из строя ну, может зависит от как бы от моточасов от каких-то от того сколько их слушали а не от времени может от времени зависит просто что вот время прошло и оно отваливается не знаю ну, то есть какой-то есть ресурс у этих твиттеров их потом надо восстанавливать и как-то как-то восстанавливать и вот такие две модели чем они отличаются я рассказывал короче у серой она более упрощенная это пассивные колонки там нет усилителей они подключаются к внешнему усилителю как обычные и нету там системы ЭМОС которая делает бас более мощным в таком же ящике как бы усиливает бас делать что-то как-то его мощнее здесь она отсутствует в серых колонках в черных колонках встроенные усилители им больше ничего не нужно кроме предусилителей чтобы регулировать громкость а так у них все уже есть то есть покупая вот такие черные 970 9700 или там даже 900 EX или что-то там еще такое вы получаете ну, как бы активность колонки которым в принципе усилок и не нужен вообще-то они сами по себе играют и подключить их в пассивном режиме никак нельзя они потому что с ЭМОСом там завязаны и так далее поэтому какие есть такие есть вот и это в этом различие хотя вот черные стоили дороже наверное более высокоранговые ну, по верхам они одинаковые и те и другие надо включать в электрическую сеть потому что электростатическая панель работает только от ну, то есть от 220 или от 100 вольт в зависимости от стороны трансформирует высоковольтный там ток и чтобы это все играло иначе никак и сегодня я вот значит решил это все сравнивать блин, я хотел еще аккорд 201 сюда подключить потом ну, в это сравнение потому что он тоже в открытом ящике он что-то похожий какой-то звук но я сегодня аккорд вытащил тот, который не копанный он уже вообще не работает практически он уже полностью у него высохли электролит и все от него ничего не добьешься тот, который второй с замененными кто-то там ну, то есть я купил уже кто-то менял там, наверное на чем менял как менял не знаю иногда он мне нравится иногда не очень ну, короче в любом случае да, у колонок в открытом ящике 4G35 аккордовских звук похож на эти чем-то ну, тем, что играет и вперед и назад и это придает объемности какого-то масштаба ну по там детальности и всем остальному эти, конечно же, впереди то есть как бы тут сравнивать особо нечего при этом я сегодня этот колонки от аккорда сначала к самому аккорду подключил потом к MA12070 усилителю китайскому который тоже таким с нотками лампового звука теплого лучше играет чем с аккордом реально MA12070 играет лучше это неудивительно потому что это довольно высококлассный усилитель за 3000 рублей мне там в комментариях пишут кто-то там типа фигня это все купил мне не нравится ну значит может колонки не те потому что вот как раз 4G35 это или там 8GDX он еще называется это высокочувствительный динамик который с MA12070 BRZ Hi-Fi неплохо дружит и звучит ну реально неплохо хорошо но до этого ему все равно далеко короче не стал не стал не аккорд не отдельно от него колонки потому что ну что такое все таки 4G35 это довольно упрощенная фигня и по верхам и по всему что тут сравнивать ну открытость да похоже открытость звучания это что вперед назад и вот это эхо что ли создается или что-то такое если говорить конкретно про то что в кадре то первыми включил серенькие колонки потому что вроде как бы они по прошлым сравнениям мне казались ну то есть когда я за кадром просто сравнил мне казалось что черные круче поэтому я включил серые так как они вроде как будто бы попроще ну такие как бы вот ну звучат да звучат фоном неплохо на свои деньги звучат то есть они переигрывают электронику 35 а из 130 не знаю сколько она сейчас стоит но была вот недавно в районе 15 тысяч да эти играют чуть лучше даже и черные и серые но это я проверял тоже недавно то есть эти чуть повыше уровнем если они конечно исправны а исправны их найти проблематично но у меня исправны черные правда немножко уже это начинает портиться на один канал ну такой звук как бы вот звук уровня там полочники за 20 допустим за 15-20 вот такой звук я думаю что переиграет некоторые JBL там типа вот 35 блин JBL Studio 130 допустим будет ну наверное чуть похуже играть JBL XTI 10 примерно так же будет играть всякие мониторы аудио бронзы ну скорее всего проиграют то есть ну я так примерно думаю это где-то между бронзой и сильвер то есть вот такой примерно звук ну не предел мечтаний но как бы за свои деньги неплохо если бы они еще были долговечные то вот с этими твиттерами потом твиттеры конечно звучат необычно но к этому как-то привыкаешь и уже не обращаешь особого внимания хотя это же я писал там статьи про то что демо версии электростатического рая и какой классный высокочастотный звук но на самом деле прикольный да он лучше может быть чем этот самый на электронике который магнитопланарный или как он там называется изодинамический получше будет но все же это не какой-то там сумасшедший хай-фай хай-энд это просто прикольные колонки за свои деньги допустим серые я в составе музыкального центра купил несколько лет назад за 15 тысяч черные там вообще за 10 ну плюс доставка ну и поэтому я доволен если бы это было дороже может быть я бы не был так сильно доволен хотя вот сегодня слушая допустим серые ну понимаешь что это колонки фонового звука то есть хотя в принципе классику они тоже неплохо играли ну и такие всякие легкие жанры нормально звучит переиграет все советское но есть наверное и на маркетинг тут же Warfidel Denton до которого им всем далеко-далеко и может быть какие-то другие колонки уровня Denton они наверняка существуют от других брендов но они соответственно стоят не 15 а может быть 30-40 и так далее 50 даже бэушные но у меня как-то этот звук уже не удивляет короче неплохие вот такие но к примеру в отличие от каких-то там S30B которые звучат грязненько простенько но у них есть какая-то вот гармоника которая вовлекает вот этот звук и интересно слушать даже несмотря на то что звук как бы дешевый но вот он приятный здесь такого сильно вот теплоты какой-то нет они просто прилично звучат на свои там сколько их там продают ну да за свои деньги и поэтому они фоновые то есть они не сильно тебя как-то притягивают внимание так ну звучит нормально и ладно вот такое впечатление плохого ничего про них не скажешь но как бы ну бас есть нормально для этих полочников там верха нормально все объемность хорошая лучше чем может быть лучше чем у некоторых купольных колонок такого же класса все-таки это электростаты вот такое пример впечатление и после серых про которые я кстати в прошлой серии рассказывал много что тоже ну довольно нормально приятно звучат хотя и не шедевр были черные а черных я ждал что они будут посерьезнее потому что в прошлый раз мне показалось что черные покруче в черных система эмос она дает более жирный бас прям в разы более мощный хотя может быть тут дело даже не в эмосе а просто в маркетинге может просто как-то настроили как бы что типа это эмос а на самом деле эмос тут играет роль но не первостепенную в черных колонках больше баса но у них как бы и корпус немножко объемом побольше сильно много больше баса и он более низкий что хорошо для какой-то танцевальной музыки на некоторых треках современных там где прописаны для сабвуфера всякие нотки ну черные вот эти эти ноты могут доставать если кому это важно мне например не важно там только вот в треке попсолом который я позаимствовал акустик лент вот там что-то есть такие вот низкочастотные инфразвуки всякие и вот черные они это могут играть поэтому если какой-то рэп там да то клубное и прочее такое где вот это все нужно танцевальное это хороший выбор вот для любителей современной какой-то такой инфра басов ну и вообще в целом довольно напористый звук низкий там басовый и так далее но что меня удивило что после серых черные да они более басовитые они более там нагло играют но это же братья как бы у них звук-то одинаковые но после серых они как-то менее сбалансированные кажется то есть в серых как-то более все более ровно посередине там по всему у черных есть проблемы по средним частотам у черных порой слишком много баса верха немножко хотя они такие же но они как бы потише сделаны плюс там один немножко контуженный высокочастотник то есть он чуть не так играет громко как второй и это тоже может сказываться вот получается такой более танцевальный настрой звук такой похожий на какие-то с 90 по басу по всему такой а серенькие более ровные соответственно на сереньких можно слушать более заумную музыку и не морщиться в том числе и классику неплохо играет а черные все-таки они тяготеют к какому-то такому пацанскому звуку то есть это такие пацанские танцевальные колонки по сути дела ничего там сильно аудиофильского у них нету такого вот но в то же время я их вот эти вот черные я же сравнил в одном из прошлых видео с электроникой 35S130 которая считается лучшей полочникой СССР ну те которые можно на стол поставить не слишком большие и черные при всех при всей критике которые я сейчас говорю они все-таки лучше немножко но лучше играют чем электроника хотя по характеру они очень схожи с электроникой в электронике нет такого баса низкого мощного и все такое когда ты это покупаешь именно как охотник за раритетами то есть ты там находишь на авито выгодно что-то купил такое радуешься это ну это да но если ты как бы на постоянку вот это использовать то может у меня сегодня настроение не то как-то мне вообще ничего не нравится но простоватый уже не мой уровень мне кажется надо что-то стремиться к большему а зачем к нему стремиться оно вон рядом там стоит в виде Кэнтонов Техниксов там всяких МБКвартов но они как бы не полочные конечно Warfidel Denton тоже я говорю что это в разы лучше если нарисовать какую-то табличку допустим ну цифры там от 1 до 10 то допустим ну я не знаю Warfidel ну Denton на 85 это будет типа 7 из 10 на мой взгляд хотя они мне не нравятся но вот именно в том что касается частоты ровности звука и всего остального ну довольно выше среднего короче уровень а вот эти штучки что одни что вторые это такой ну типа в таком случае если Warfidel это 7 из 10 то это типа 3 из 10 получается а всякие там с 90 и прочее это 1 из 10 наверное не больше вот ну примерно как вот я говорю ну вот 35 из 130 вот примерно уровень этих колонок какая-нибудь какой-нибудь какой-нибудь союз 130 айсон ну наверное даже поувереннее будет по звуку в общем и целом может схожий повыше наверное уровнем по поводу всяких жанров ну имея такой избыточный запас баса как в этих черных колонках можно конечно на них включать там рок металла все такое я сегодня попробовал может быть трек не очень подходящий но как-то мне кажется они не то они жирно играют мощно но не такой рок какой-то более может быть медленный более старый типа металлики да ну то есть они не роковые черные они могут но они больше как под танцевалку сделаны а серые они вообще сделаны под красивую музыку но не под танцевалку скорее хотя вот кстати говоря между ними выбирая действительно мне наверное серые больше нравятся хотя поначалу черные понравились больше потому что они такие вот своим басом впечатляют количеством бас мощью это необычно что полочники такого размера с таким басом но это эмос эмос тут постарался